христос воскресе здравствуйте дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка и не знаю поздравить нас или горчить вас наверное все таки поздравлю мы признаны участниками спецоперации на стороне россии канал и об этом мне прислал извещение владельцы канала вот пожалуйста такое сообщение пришло и подвергнув канал санкции нас лишили монетизации нас лишили я почему все время говорю нас потому что вы соучастники канала в общем то я ждал когда это произойдет потому что я всегда был на одной стороне изначально был на одной стороне россии русского народа но как себя вел вы тоже поймите а как себя вести как бы вел разведчик себя на территории врага поэтому вы видели я оставлял комментарии когда меня спрашивали что-то вы батюшка скользкий какой-то там стоит комментарий на какой вы стороне похоже что вы на стороне украины я на самом деле на стороне и россии и украины народа украины но когда касается этого народа беда то я на стороне тех кто эту беду может предотвратить и беду вы знаете она началась не сейчас с 14 года я не знаю как у вас но у меня есть личные личные известия как все происходило как на донбассе люди в это время жили да и на украине то есть как там вся это правительство происходило поэтому можно сказать 14 года я на одной стороне но вспоминая анекдот отца наума который он мне однажды рассказал я приехал к нему и был молодой горячий все в лицо всем высказывал такой правдолюбец меня отдельно как говорится отвел и говорит лайкте тебе анекдот расскажу анекдот такой я уж я тут просто суть конфликта поймите они народ тот или другой но он рассказать так идет русская еврейская война сидят в окопах стреляли стреляли все уже дострелялись до того что все спрятались в окопах и никто не хочет высовываться и вдруг евреи придумали кричат иван я бог готов петр я пук готов василий сидит и горит ничего себе евреи придумали они кричат василий сидит нет я не высунулся василий нет я не поддамся молчат он думает а дай-ка я сам и кричит прицелился туда кричит обраам тишина он опять обраам тишина опустился сидит задумался вдруг с той стороны кто звал абрама я бочку меня спрашивает но ты все понял я так все понял с тех пор начал задумываться и пришел к выводу что не все и не везде можно говорить не всем можно говорить потому что дураков достаточно причем в любом виде как в костюмах с галстуками так и в рясах и естественно как вести себя на канале который принадлежит американцев ну вот так и вел и вел до 10 апреля себя так можно сказать не замечали меня боты вот с 10 апреля 14 апреля коротко о войне ролик вызвал особый интерес всплеск просмотров но и ручное управление привело к тому что канал начали пускать а это возможно я вам рассказывал как в абхазии вот в абхазии переехал границу и сразу все снизилось в два раза то есть стоят просто все ролики с абхазии в каком-то стоп-листе и он таким образом понижает просмотры и подписчиков у нас тоже резко понизилась и просмотры подписчики уменьшились в пять раз примерно каждый день подписывалась до этого по 200 150 человек сейчас 30 40 человек не это тоже горчительно я думал к 1 мая у нас будет 200 тысяч на канале но видать не будет вообще не знаю будет ли теперь канал поскольку теперь мы открыли забрала как говорится и нас нас рассекретили как говорится но не делает это напрасно вот потому что ну ладно не в этом дело дело в том что я конечно надеюсь на вашу теперь поддержку потому что техническая поддержка и финансы для канала нужны и теперь можно так сказать вы официально соучастник спецоперации которую нужно продолжать до победного конца до победного конца я сейчас достаточно резко настроен потому что вот эти кадры с бабушкой кстати все и началось с этого дня как они меня просто поразили бабушка с флагом я реально заплакал и я реально понял что как можно быть нейтральным или тепло-хладным если вот такие старушки там себя так ведут и ждут и ждут когда придут те кто любит этот красный флаг но и эти показали мне мне все то есть вот этим поступком с этой бабушки они показали полную свою фашистскую сущность и поэтому вставай страна огромная я бы так сказал будем жить здесь сколько сможем я вам уже объявил что я на других ресурсах есть дзен студии в контакте в одноклассниках на рутубе ничего не получается ну такой оказался контент сайт нерабочий ничего не загружается поэтому в рутуб лучше не ходить в дзен я хотел бы развить все там и комментарии писать и статистика но в общем вроде как хорошо и там подписчики нарастает так что если что приходите туда но и здесь будем жить столько сколько сможем сколько продержимся ну вот как то так как то все вот давайте рассказывать что хорошие на самом деле в жизни есть я думаю это больше всего поддерживает нас всех остальных не то что все плохое и какое-то тяжелое спасибо за внимание спасибо что вы со мной спасибо всех кто не хочет быть на этой стороне я прошу сразу пишетесь больше того я еще раз объявляю что всех кто плохие комментарии пишет я буду банить теперь постоянно вот в последнее время я как-то свою привычку банить сразу плохого человека отключил стал ждать некоторые значит просто удаляя комментарии и смотрю сколько еще человек протерпит если он 23 комментарии выпускает опять таких плохих я его отправляю в бан но знаете каждый комментарий плохой он конечно по сердцу рано и поэтому я понимаю почему меня там два дня назад сердце заболело и все остальное я больше терпеть этого не буду то есть если плохой комментарий сразу в бан и все по первым словам даже не дочитывая и и все я думаю что это тоже то же самое соучастие потому что читам и им должны давать право высказываться еще какой-то такие нам рано наносить но все пока все еще раз благодарю вас за то что вы здесь благодарю вас за поддержку которую оказывали и надеюсь будете оказывать и жду ваших комментариев жду ваших репостов то есть вот когда вы ролики забираете и куда-то репостите они умножаются они вот таким образом добавляют нашего соучастия это в ваших руках здоровья вам всем христос воскресе аминь а